В Красноярске почти 30 километров ненужных пешеходных ограждений. Об этом сегодня рассказали в мэрии. Их пообещали постепенно сносить. На проспекте Мира, в частности, оградок вообще не должно быть. Соответствующий пункт скоро уберут из проектной документации. Чем еще ознаменуется сезон ремонта в центре города, расскажет Денис Денисов. С наступлением тепла на проспекте Мира возобновляются ремонтные работы. Автовладельцам не стоит переживать, речь не идет о проезжей части. С ней, к счастью, закончили в прошлом году. Здесь говорят о пешеходной части проспекта. Здесь заменят брусчатку, проведут работы по озеленению, а также обновлению фасадов зданий. И заменим фонарных опор. Напомним, провода, которые висят над проспектом, должны будут убрать под землю. Рабочие выйдут на дороги сразу после того, как проведут торги и подготовят документы. Если верить администрации, то совсем должны закончить к 25 августа. Оставшуюся часть строительного сезона отведут под исправление ошибок, исполнение предписаний и другие непредвиденные обстоятельства. Дорогу на проспекте Мира расширять не будут, а даже наоборот. На правой стороне обустроят парковочные карманы. Перекрытие дорожного движения, либо ограничений у нас не планируется. Только при локальном производстве работ. Там, где нужно вышки проехать, установить, допустим, новую опору освещения, да, это место будет локально огораживаться. С мая по июнь в городе проведут и небольшие ремонты по гарантийным обязательствам. Подрядчики исправят все то, что было плохо сделано или успело прийти в негодность с прошлых двух лет. Самые серьезные дефекты комиссия нашла на улицах партизана Железняка, Белинского, 26 бакинских комиссаров и Карла Маркса. В мэрии также пообещали избавиться от большого количества пешеходных ограждений, которые, по мнению общественности, только портят внешний облик города. Напомним, в прошлом году чиновники постоянно ссылались на федеральные нормативы, которые во имя безопасности дорожного движения обязали возводить такие заборы чуть ли не везде. Теперь, оказывается, в этих нормативах можно найти небольшие пославления, которые помогут избавиться, ну, хотя бы от самых бесполезных. Конкретно на проспекте Мира оградок не будет вообще. Хотя в сети появилась документация на их установку. В администрации пояснили, что это была техническая ошибка, так что, главное, улица обойдется без оградок, поскольку там стоит ограничение скорости до 40 км в час. Во всех остальных точках решения по сносу будут принимать индивидуально. Вот сегодня мы прошли с головой по улице Дубровинского, посмотрели, где зеленая зона, газон почему-то отбиты пешеходными ограждениями, там нецелесообразно их размещение здесь тоже будем убирать, тем более, что там несколько пролетов нет, уже кто-то сломал. Порядка 29 км пешеходных ограждений, которые не требовали своей установки, но были во все предыдущие годы установлены. Те заборы, что останутся в городе, приведут к единому стилю. Эскиз пообещали опубликовать в ближайшее время. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.